Они обогнали индекс S&P 500 за 17 лет в 4 раза. Я не говорю, что вы не можете пользоваться торговыми сигналами. Пользуйтесь. И с чего вы решили, что какой-то Вася или Петя сделает вас миллионером? Торговые сигналы. Как много в этом слове. И сейчас каждый уважаемый себя финансист обязательно должен запустить платный канал с торговыми сигналами. Что такое торговые сигналы? На самом деле все просто. То есть есть какой-то Вася, Петя, Ваня, который рассказывает вам, что купить и, соответственно, делает огромную выкладку, почему это сделать. Но я бы это сравнил с тем, что вот вы пришли в казино, и тот же Ваня, Петя, Вася говорит вам, слушай, Иван Ильич, ставь на красное, потому что... Ну, а дальше абсолютно не важно, что там будет в аргументации, потому что исход может быть абсолютно любым и случайным. Более того, я вам хочу сказать, даже если вы планируете удерживать эту акцию долго, бесконечно долго, это не гарантирует, что вы закроете ее в конечном счете в плюсе, потому что есть статистика, которая говорит о том, что больше 60% акций на длинном горизонте показывают отрицательную доходность. Если вам будет интересно послушать на эту тему, пишите в своих комментариях, и мы обязательно запишем на эту тему видео. Так вот, возвращаясь к теме рекомендаций, давайте рассмотрим на примере. Я люблю читать зарубежные источники, зарубежную информацию. Вот там действительно очень много интересного, полезного. Публикуется не с точки зрения аналитики, что купить, что продать, а с точки зрения статистических данных, как раз то, что мне и нужно. Вот, на нашем, к сожалению, рынке об этом очень мало говорят. И я попал на один очень популярный ресурс, который продает свои торговые сигналы. Там свыше миллиона человек подписчиков у них, соответственно, больше там 20 тарифных планов. Я не знаю, чем они отличаются, честно, я не знаю, какие могут быть тарифные планы в рекомендациях. Ну вот, ей-богу. То есть кто-то больше, кто-то меньше. Я, ну, в общем, просто воспринимем как данность. Самое интересное, там говорилось, что они обогнали индекс S&P 500 за 17 лет в 4 раза. Что, пользуясь вы торговыми сигналами, вы бы заработали в 17 раз больше, если бы вложились в индекс. Я такой, вы знаете, пока я читал вот эту аналитику, вот этот текст, даже я был готов подписаться. Что же там за сигналы-то такие космические, да? И, ну, тут у меня опять мой, так сказать, внутренний старичок забурчал и говорит, что тут не так, вот. Ну, и, конечно же, я понимаю, что я не буду подписываться, потому что я знаю, что это не работает. Я это проверил на собственной практике, потому что и сам подписывался на сигналы, и сам их когда-то давал. Да, было дело, но, слава богу, я поумнел. И, соответственно, в чем суть? Суть, на самом деле, элементарно простая. Первый вопрос. Если вы такие крутые, такие классные, что можете давать суперсигналы, которые обгоняют рынок, что вам мешает сделать свой собственный фонд, собрать туда денег и стать мультимиллиардерами? А может быть, триллионерами? А может быть, вообще собрать все деньги мира? Ну, так-то. Если вы в 17 раз обогнали индекс S&P 500, соберите миллиард, и все, ну, то есть весь мир у ваших ног. Но этого не происходит. И логичный вопрос, что значит, это что-то тут не так, значит, это все не так эффективно. Почему это не работает? Давайте разберем. Во-первых, есть ряд пунктов, которые не дадут вам получить тот же результат, который, собственно, демонстрируется в маркетинговых проспектах. И первый из важных вот этих нюансов – это то, что неизвестно, каким объемом вы зайдете в рекомендацию. Мы все прекрасно знаем, что не бывает всегда 100% прибыльных рекомендаций. И когда они выдают рекомендацию, в расчет они включают, как будто бы они на 100% зашли в эту идею. Но вы, как разумный человек, вряд ли будете запускать весь свой капитал в эту идею. Логично. То есть вы запустите там, ну, сначала, например, вот просто моделируем ситуацию. Вот первая идея успешная. Вы там запустили 2% от счета, заработали, все такие довольные. Выходит еще одна рекомендация. Вы такие, ой, я в прошлый раз заработал. Ну, возвращаемся к ловушкам нашим, которые мы уже рассмотрели на нашем канале. Посмотрите это видео. Это ловушка экстраполирования на будущее. И вот вы же в прошлой идее заработали. Значит, скорее всего, и в этой заработаете. Попадаете в эту ловушку и ставите уже 4%. И вот тут вам опять везет. Вы опять идея прибыльная, вы опять заработали. И тут еще одна идея, да? Как бы, и вы такие, о, надо по-любому. А еще часто эти сигналы, они могут иметь эмоциональный окрас самого автора. То есть, если ему самому внутренне что-то нравится, он это будет преподносить так, что вам захочется ее прям агрессивно купить. Соответственно, вот, допустим, выходит такая идея, и вы прям тут 30% от капитала. Прям, ну, надо же поднять денег. И эта идея оказывается убыточной. И по факту абсолютно неизвестно, какой результат у вас по итогу выйдет. В итоге получается так, что ты тратишь время, ты тратишь деньги. И абсолютно не факт, что ты даже окажешься в прибыли по итогам этого всего. А если учесть, что ты еще за это платишь деньги, а порой и не маленькие, да? То есть, кто-то хочет за эти подписки 1000 рублей, кто-то хочет за эти подписки, там, 30 тысяч рублей в месяц. Кто-то хочет 100 тысяч рублей в месяц. Абсолютно разные категории. И не факт, что чем дороже подписка, тем лучше сигналы. В принципе, абсолютно любые сигналы, они одинаково работают. Точнее, они одинаково не работают. То есть, я же говорю, это все равно, что вы придете в казино и попросите Ваню или Петю, говорить вам, а на что мне, Ваня, ставить? И абсолютно неважно. То есть этот анализ может быть бесконечно глубоким, широким, с коэффициентами, с мультипликаторами, но сути это никак не повлияет. И таким образом получается, что результат, который вы можете получить от этих торговых сигналов, это величина абсолютно случайная. То есть там разброс от минус 100% по капиталу до плюс там десятки тысяч процентов. В каком окажетесь вы, абсолютно неизвестно. Это и делает эти сигналы абсолютно бесполезными. Я вам больше того напомню статистику, что на длинном горизонте более 92% профессиональных управляющих проигрывают индексу. И с чего вы решили, что какой-то Вася или Петя сделает вас миллионером? Он зарабатывает на том, что он продает подписку на эти сигналы. И я хочу сделать одну простую ремарку. Я против торговых сигналов, они не нужны вам как инвестору. Они абсолютно бесполезны. Вы должны принимать решения с собственной головой. Но я не против аналитики. Аналитики. То есть тогда, когда вам просто делают подборку, полностью ресерч. То есть не с разбором, не с однобокой информацией, а прям полностью выкладку почетности и так далее. То есть есть такие сервисы, которые исключительно безэмоционально просто выдают факты. Потому что, допустим, я в своей работе, как советник, я тоже пользуюсь аналитикой. То есть у меня не всегда есть возможность копаться, рыться в ресурсах, в Блумберге строить графики соотношения. Поэтому мне гораздо проще иметь подписку на аналитические сервисы, которые выдают сухую информацию, скажем так, не эмоциональную. Без того, что купить или продать. Ну, то есть в качестве примера, допустим, я подписан на аналитические сервисы. Там был ресерч по доходности, по облигациям. То есть какая она там была в прошлом, вот эти взаимосвязи, корреляции. Вот это важно. То есть вот это важно. Это я здесь смотрю циклы, я здесь принимаю решения, но это безэмоционально и решение полностью на мне. А торговые сигналы, они в большинстве своем, они имеют эмоциональный окрас. И это можно сравнить именно с походом в казино и когда вам кто-то будет рекомендовать на что-то ставить. Нет, если вы хотите спекулировать, вы хотите сами покупать акции, сами покупайте, без торговых сигналов. Покупая торговые сигналы, человек пытается переложить ответственность себя на кого-то другого, считая, что он ему заработает денег. Но давайте будем откровенны. Если бы вы знали и могли заработать деньги, вы для кого бы их зарабатывали? Для кого-то другого или же для себя? Поэтому, собственно, подумайте над этим. А если вы хотите сделать свои инвестиции грамотными, надежными и безопасными, подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До встречи в следующем видео. А если, например, мне звонит какой-то друг или инвестор или еще кто-то и говорит, Коль, IPO Озона 100% полетит, надо брать. Это сигнал или нет? Ну как, сигнал. Это кто-то тебе звонит, что-то рекомендует. Я не говорю, что вы не можете пользоваться торговыми сигналами. Пользуйтесь. Но если у вас для этого уже сформированы все целевые фонды и у вас есть вот этот капитал, которым вы пошли бы в казино. Пожалуйста, развлекайтесь как хотите. Это уже дальше ваши деньги, но они не будут влиять на качество вашего будущего.